Частично уже решена давняя проблема водоснабжения. Строятся новые детские площадки, а в частных подворьях принялись плодовые деревья, которые в следующем году уже дадут урожай. Представители партии «Единая Россия» совместно с кураторами и депутатами Народного собрания лично убедились, как проходит реализация партийных проектов в селе Чапаевском из Прикубанского района Александра Коваленко. Эта территория еще ничем не приметна, но уже через месяц она заиграет яркими красками и будет сдана в эксплуатацию. К 15 октября универсальная спортивная площадка «Лето-зима» примет своих первых юных спортсменов. Мальчишки и девчонки поселка смогут заниматься здесь волейболом, баскетболом, теннисом. Глава Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев рассказывает кураторам, что площадь ее составляет 1800 квадратных метров. Уже скоро здесь появится травмобезопасное резиновое покрытие. Будет нанесена необходимая разметка. Таких площадок в районе сейчас четыре. Благодаря реализации партийного проекта «Городская среда» в Кавказском уже благоустроены четыре дворовые территории. Дома расположены по улицам Ленина и Гагарина. Рабочая группа посетила каждый двор, где лично убедились, что в вечер в окружении соседей жильцы дома могут проводить, расположившись на удобных новых лавочках. Здесь также есть уличное освещение, парковочные места, уложен асфальт. У каждого подъезда есть урны. В ходе беседы члены группы обсудили некоторые недоработки. Люди сами выходят с предложениями, как эти средства выделены, использовать. И насколько мы можем растянуть, насколько дворов. Ну, обязательно эти атрибуты – лавочки, освещение, асфальт. Первый дом вы видели. Мы не смогли в самом дворе устроить парковку. Мы сзади дома устроили. Ну, а какой же двор без цветочных клумб? Здесь уютно водит цветовод Александра Беляева. И от соседей принимает слова благодарности и искренней признательности. Благодарить начальство все, что нам сделали это удобство, хорошо нам стали. Мы сами поддерживать эту красоту все. Ну, что еще можно сказать? Спасибо большое за их заботу, что вот нам лавочки сделали. Также отрадно отметить, что в программе развития садоводства в Карачаево-Черкесии по закладке садов интенсивного типа участвует уже 300 подворий. 30 из которых в Прикубанском районе. Дагир Смакуево лично осмотрел, как осуществляется уход за деревьями. Шамиль Дудаев рассказал, что на 10 сотках высажены 480 саженцев. Но пока угостить гостей молодой садовод еще не может. Уже в следующем году деревья начнут плодоносить. И каждое фруктовое деревце даст урожай до 40 килограммов. Это приблизительно 15 тонн за сезон. Нормальное развитие сада идет, да? Да, вот уже готовимся к усыплению деревьев. Там сказали, что уже последний месяц, сентябрь, мы делаем арасик, подключаем арасикную систему, после этого уже не подключаем, потому что деревья должны впасть в спячку, в зиме готовиться. На каждое подворье выделяются 400-450 тысяч рублей. Они высадили, вот ухоженный сад. Приятно мне, когда я увидел, что уход есть. Кроме того, что деньги выделяются, их нужно правильно освоить. Кроме того, правильно обслуживать, содержать это все. Вот когда человек душой на земле, когда душой в этой теме, тогда можно ожидать результаты. Это уже для одной семьи хорошее подспорье, это хороший доход. Следующий по плану населенный пункт, который посетит рабочая группа, будет село Чапаевское. Александра Коваленко, Роберт Жигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район.